13.06 в Кирове на 101.fm. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня сидит вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день. Я вначале напомню, как с нами можно связаться. Во-первых, нашим гостям можно писать вопросы на сайте эхакирова.ру в раздел «Анонсы». Нас можно смотреть. Ссылка на видеотрансляцию есть также на сайте Эхакирова. Можно писать вопросы вот прямо сейчас, не отходя от кассы, либо на сайт, либо мне в Твиттер. По ходу программы постараемся прочитать и озвучить. Михаил, я вчера, когда готовилась к программе, увидела на сайте газеты «Бизнес-новости» статью о том, как наш в Рио губернатор Игорь Васильев вызвал на ковер автостраховщиков и отругал их за высокие тарифы, за нарядование дополнительных услуг, ну, в общем, за бардак. А при этом, ну, мы все прекрасно понимаем, что все страховые компании, это и федеральные компании, и, собственно, на местах они мало что решают. И я думаю, что в Рио губернатор это тоже прекрасно понимает. Вот это что такое было? Это пиар такой. Как вы это оцениваете? Ну, я думаю, что в Рио губернатора идет по наиболее болевым точкам, то есть вот тот проект, который он написал, точнее, запустил по поводу писем и жалоб губернатора, да, то есть обозначает эту тему, точнее, обозначили эту тему, и, соответственно, он на нее среагировал. При всем при этом там понятно, что там ни его отчитывание, ни там совещание, которое можно проводить там хоть ежедневно на уровне регионального правительства, ситуацию это, в принципе, поменять, наверное, не могут. Проблема, как вы правильно сказали, проблема в том, что там все это не от нас зависит. Ну, то есть, да, на уровне региона эти решения не принимаются. Да, и, соответственно, ну, может быть, речь идет о том, что, опять же, формируется некая критическая масса по России, по всей, да, когда эти темы вытаскиваются, темы обозначаются, и в конечном итоге будут каким-то образом трансформированы в обращение к правительству, в обращение к президенту, и, может быть, что-то изменится. Ну, на самом деле, та ситуация, которая существует со САГО, там, она, ну, я не знаю даже, там, какое можно цензурное, там, ругательство применить к этой ситуации, потому что государство определило, там, обязательность страхования, государство определило жесткое требование к наличию страховки, но в то же время государство стоит в стороне от того, что творят страховщики, да, там, и, там, как эту ситуацию, кто ее может изменить, и как ее можно изменить, там, ну, достаточно сложно сейчас судить, потому что, там, если все-таки государство хочет навести порядок в страховании гражданской ответственности водителей, то оно должно вмешаться. То есть, как это, там, пример медицинского страхования, да, там, когда государство несет ответственность за те страховки, за те полисы, которые выданы гражданам, и при возникновении спорных ситуаций государство участвует в регулировании этих вопросов, участвует в регулировании цен на услуги, на, там, лекарства, да, это может быть не на 100%, точнее, не может быть, а не на 100% качественно это делать, ну, по крайней мере, контроль и сопровождение, оно присутствует. То, что творится с автостраховщиками, там, на сегодняшний момент, даже сложно отнести, является ли это, там, частью государственной политики, либо это, там, там, все-таки беспредел, устроенный под лозунгом «свободный рынок», когда, там, страховщики, являющиеся государственными, но в то же время ведут себя отнюдь не по-государственному, а ведут себя как мелкие, там, жулики, мелкие аферисты, которые, цель которых, собственно, срубить денег с населения, при всем при этом максимально ответственность от себя отодвинуть. И примеров того, что даже возникают проблемы по ОСАГО, там, их великое множество, я уже не говорю о касках, не говорю, там, о тех дополнительных продуктах, которые навязываются при заключении договора на ОСАГО, где тоже возникают проблемы, когда наступают страховые случаи. Само по себе ОСАГО, там, это действительно становится уже не средством защиты водителей, да, там, от всевозможных ситуаций, а неким нерегулируемым и непонятным способом изъятия денег по причине того, что это является обязательным. То есть, вот, парадокс ситуации заключается в том, что, введя обязательность, еще раз повторяю, государство стоит в стороне от решения тех проблем, которые возникают. Ну, вот смотрите, Михаил, то зерно, да, которое я уловила в вашем ответе, что сейчас, ну, вся надежда нашего региона в том, чтобы эту тему вытащить на федеральный уровень. Ну, это единственный путь, по которому можно решить. Вот, а обязательно ли для этого было проводить совещание с представителями автостраховщиков, говорить им о я-я-я и писать об этом в газетах? Ну, я думаю, что, может быть, там, не столь это могло бы быть публичным, да, но в качестве рабочего момента, потому что, там, представители, руководители региональных страховых, отделений страховых компаний, там, тоже имеют определенные аргументы того, почему они себя так ведут, да, там, где-то речь идет о, там, нормативной базе, где-то речь идет о, там, позиции федералов, но есть и вопросы, там, в том числе и местного, регионального уровня, да, то есть, и, соответственно, понять все, весь спектр проблематики, для того, чтобы уже сформулировать свои предложения, там, для федеральных органов власти, я думаю, что губернатору это было бы интересно и, там, нужно, чтобы, собственно, фактурой подпитать свое обращение. Михаил, вот я знаю, что вы в отпуске были, да, в последнее время, но, тем не менее, наверное, вы успели оценить первые два месяца работы Игоря Васильева на своем посту? Ну, на самом деле, там, мало того, что в отпуске, я еще, там, не на территории Кировской области был, поэтому, в основном, о тех решениях и его действиях я через интернет информацию получал, ну, мне понравился проект с письмами, с жалобами, мне понравилась фраза о том, что, там, любой чиновник не должен внушаться от того, чтобы пройтись пешком по улицам, да, это, собственно, когда он делал анализ по качеству ремонта дорог, вот, то есть, там, эти заявления, они мне понравились, да. Что касается более глубоких вещей, да, более глубоких вопросов, там, уход, двух заместителей, я думаю, что все-таки в большей мере является инициативой самих заместителей, нежели, там, началом какой-то кадровой политики, потому что... Ну, вот вы меня извините, но я никогда не поверю в то, что уход Алексея Вершинина является инициативой Алексея Вершинина. Вопрос заключается в том, что, принимая решение, там, в кадровых изменениях, ну, должна появиться некая концепция того, что будет выстраиваться, да, то есть, пока что из всех кадровых решений мы увидели появление в качестве советника коллеги Игоря Владимировича Мищенко и уход двух заместителей, да, то есть, в целом, понимание о том, будет ли реорганизована работа правительства и работа министерства, там, оно отсутствует как некая, вынесенная в публичную область, схема, да, там, или, там, стратегия реорганизации органов власти. Поэтому подобное решение, там, я все-таки отношу больше к категории взаимного согласия, там, взаимной согласованности двух лиц, и, там, ну, все-таки считаю, что решение, там, того же Вершинина по уходу, оно в том числе и обусловлено тем, что, там, его собственным желанием. Поэтому, там, я не сказал бы, что, там, наступает какая-то кадровая революция. Пока что непонятно, да, будет ли эта кадровая революция, в какую сторону будет реорганизована деятельность правительства, сколько там, как многие любят задавали, сколько останется там заместителей губернатора, появится ли раздельная, раздельная должность и губернатора, и представителя правительства. То есть, это, в конечном итоге, все равно комплекс, который должен быть представлен в какой-то концепции. Концепцию пока, я так понимаю, что в публичном поле никто не видел. Ну, в публичном поле, действительно, никто не видел. Если бы вы были на месте, да, в Рио губернатора, какую часть команды вы бы заменили? Не хотел бы я быть на месте губернатора. А что, все так плохо у нас, Михаил? Ну, при всей моей любви и уважении к нашему родному краю, край очень непростой, и край с проблемами, скажем так, системного плана, да. И говорить о том, что вот какую бы часть команды заменил, да на самом-то деле, я думаю, что очень сложно ответить на этот вопрос. Потому что нужно сначала быть глубоко в ситуации и понять, какие существуют проблемные зоны здесь. Михаил, да вы пять лет находитесь глубоко в ситуации, ну вы что? А может быть, я как раз именно поэтому и говорю, что не хотел бы я оказаться на месте в Рио губернатора. Потому что я примерно представляю весь там пласт, который приходится ему поднимать. Помимо всего прочего, ведь нужно знать и понимать, какие задачи нарезаны на уровне президента и на уровне федеральных органов власти. То есть, однозначно могу сказать, что я не думаю, что деятельность Игоря Владимировича там жестко привязана к результатам выборов. Потому что, ну понятно, что за этот период ему задача решить. Но он за них уже не отвечает. Но в то же время, все равно какой-то определенный показатель и для него, и в отношении него с этой датой связан. То есть, для него это показатель работоспособности органов власти, и органов местного управления, как отработают органы на избирательной кампании. А по отношению к нему, это, соответственно, тоже понимание того, что через год его собственные, возможно, выборы будут. И имеет ли он потенциал для того, чтобы создать управляемый процесс, который бы позволил в течение года сформировать нормальный имидж, для того, чтобы спокойно идти на выбор. Михаил, вот мы сейчас с вами должны прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ОЗС. Сейчас мы уйдем на перерыв. Очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ОЗС. Мы сейчас за эфиром как раз с Михаилом обсуждали возможные ротации и перестановки в команде замов. Ну вот что, Михаил? Нет, невозможно. Давайте так, мы не обсуждаем сейчас ни имена, ни лица, ни конкретная должность. Мы говорим о том, что нужно понимать для начала, куда мы будем идти. То есть, какие задачи будем решать. Ну а что, подождите, Игорь Владимирович объявил курс на повышение доверия власти к правительству. Ну, давайте так. Ой, пардон, людей к правительству. Давайте так, я это сформулировал не курс, я сформулировал это миссией. Да, то есть, а вот уже реализация этой миссии, она будет зависеть от того, какие задачи будут поставлены, какие решения будут приниматься, какие направления и так далее и тому подобное. И под это дело на сегодняшний момент, я считаю, что все из имеющихся замов, они на своем месте. То есть, все замы на своем месте. На своем месте. Другое дело, что ожидание возможных прорывных действий, прорывных решений, необходимо стимулировать. То есть, очень надеюсь, что как раз сентябрь-октябрь, это как раз будет тот период, когда Игорь Владимирович, уже освободившись от груза избирательной компании, будет заниматься тем, что будет стимулировать замов на то, чтобы, собственно, повышать работоспособность, повышать эффективность и принимать прорывные решения. Потому что сейчас я не жду никаких прорывных решений, потому что еще мы, кроме миссии, не увидели ни стратегии, ни плана развития области. Мы с вами живем по той стратегии, по тем планам, которые были сформированы еще в конце прошлого года, командой губернатора, того губернатора, и все люди, которые и замы губернатора, и министры, были нацелены на решение этих задач. Новая концепция, о которой в качестве миссии обозначает Игорь Владимирович, должна сказать, что либо мы будем продолжать эту стратегию, либо появится новая стратегия. И тогда уже новая стратегия будет определять, кто сможет с ней справиться, тот останется в команде, кто не сможет, тот, скорее всего, уйдет. Кто на сегодняшний момент готов уйти, я думаю, что с точки зрения моральной, наверное, на сегодняшний момент все готовы встать и освободить место более достойно. Но, как бы так сказать, о том, что для этого нас сейчас всех уволить, а потом уже заново набирать, тоже будет абсолютно неправильно. Потому что план, который был принят, еще раз говорю, в конце прошлого года, на 2016 год, его необходимо довести до ума. Его необходимо довести до завершения. У нас был под это бюджет составлен, у нас была стратегия под это подведена, у нас были госпрограммы под это скорректированы. До конца 2016 года нужно эту работу завершить. А появится новая стратегия, тогда можно будет уже обсуждать. Справились, не справились, идем дальше, не идем дальше. Ну, то есть, на данный момент все замы губернатора, которые работают, работают эффективно, по Вашему мнению? С точки зрения тех планов, которые были обозначены на 2016 год, я тоже не могу сказать, все ли эффективно, но, по крайней мере, они работают в рамках той программы. Эффективно, неэффективно, понимаете, опять же, это достаточно сложное понятие, потому что, если применить это к цели, которые обозначил Игорь Владимирович, повышение уровня доверия к власти, возможно, нет, то есть, возможно, неэффективно. Но с точки зрения внутренних критерий, таких как бюджетная эффективность, программная эффективность и так далее, я думаю, что они работают достаточно успешно. Ну, хорошо, ладно, предположим, а если говорить про дресс-код в правительстве области, который ввели? Ну, я на самом деле достаточно этот самый... Вы вот сегодня, я смотрю, в футболке пола голубого цвета, Вас так в правительство не пустят, Михаил, на свое рабочее место? Я все-таки считаю, что дресс-код не является показателем эффективности работы, того или иного чиновника. А соблюдение элементарных норм с точки зрения того, что чистая одежда, условно говоря, и так далее, это не обсуждается, это понятно. И обозначу еще одну позицию, что, предположим, я не являюсь сторонником дресс-кода, в том числе потому, что знаю, что если человек активно работает, то не накопить столько качественной, дорогой, красивой формальной одежды, для того, чтобы постоянно где-то в полях, постоянно где-то там, это самое... Это крайне неудобно. Поэтому я не очень люблю дресс-коды. Мне вот тот период, который был, мне он импонировал тем, что, да, есть формальные моменты, когда необходимо появиться в пиджаке, в галстуке, в костюме и так далее, но в целом рабочий режим позволял там находиться в том, в чем комфортнее и, соответственно, и с ситуацией. Если я там поехал в район и понимаю, что я там не собираюсь выступать перед людьми или там проводить какие-то официальные мероприятия, я там еду, соответственно, так, чтобы там, если в поле запачкались брюки, ну, чтобы так не реветь относительно того, что хорошо брюки испортили или хорошо ботинки. Поэтому я к дресс-коду отношусь достаточно сдержанно, сам не являюсь сторонником дресс-кода, и считаю, что, ну, наверное, сильно не приживется у нас, потому что, ну, все равно есть определенные уже там привычки у людей, то есть люди-то как бы так работают. Понятно, что, наверное... Не, ну что значит живется, не приживется? Есть в РИО губернатора, который руководит железной рукой? Ну, давайте так, на самом деле дресс-код, ведь это не нововведение для того же областного правительства. Существует, как минимум, на моей памяти, два положения по дресс-коду, в соответствии с которым, там, которые обязаны были исполнять все сотрудники. Да, там, ну, хорошо, появится еще одно положение. Замечательно. Ну, там, если результаты работы, там, конкретного специалиста, руководителя не связаны с тем, как он выглядит, да, там, ну, в смысле, там, в костюме или не в костюме, да, там, ну, я думаю, что это не является тем жестким требованием, которое, там, будет принципиально соблюдаться. Очень вы на это надеете. Хорошо, ладно. Вот вы говорили в начале программы о программе развития, да, о неком, ну, программном документе. Вот у нас в региональном эконом-развитии написали прогноз социально-экономического развития области на период 17-го по 19-й годы. Вы видели документы? Ну, скажем так, если это было продолжение той работы, которую мы начинали еще в конце прошлого года, то, там, я имею представление о том, что это есть, да, что туда заложено. То есть это, я думаю, пока еще не программа, не программа, разработанная новым губернатором, это продукт той плановой работы, которую Минэконом ввел в течение, там, последних двух лет. Ну, вот смотрите, документ предусматривает два сценария, там, базовый и консервативный. В обоих сценариях заложен рост производства, рост числа малых и средних предприятий, рост доли экспорта, рост средней зарплаты. Когда, ну, вот я это все прочитала, у меня возникло впечатление, что жить мы будем лучше, по крайней мере, должны начать жить лучше. Но не совсем понятно, за счет чего все это планируется достигнуть. Вы понимаете, за счет чего? Я могу сказать, что когда буквально два месяца назад мы заслушивали министра экономического развития с отчетом о реализации стратегии, то, несмотря вот на разговоры о том, что вот у нас там три сценария, мы идем там не по оптимистичному, а по реалистичному сценарию, но большинство участников совещания пришли к выводу, что все-таки мы развиваемся по худшему варианту. Худший вариант, который предусматривает, ну, в основном, либо стагнацию, либо отрицательную. Понятно, что есть факторы внешние, да, там, и они влияют на ту ситуацию, которая есть у нас в регионе, но в том числе и много критики звучало в адрес того, как реализуется работа по развитию экономического потенциала самой внутри области. Была критика и инвестиционных программ, была критика и промпарков, была критика и ведомственных учреждений, которые занимаются там разработкой стратегии развития. То есть это все там есть. И по итогам того совещания, которое было там два-два с половиной месяца назад, как раз Министерству экономического развития было предложено все-таки более грамотно просчитать ситуацию развития и не, скажем так, не то, что не обманывать, да, там, не лукавить тем, что мы можем развиваться пока что по, там, вариантам инвестиционным развития, да. То есть для нас главное это, наверное, было бы не упасть сейчас там шибко вниз, потому что действительно экономический потенциал у нас крайне слабый, инвестиционная привлекательность у нас достаточно слабая, да, то есть точки роста у нас, конечно, присутствуют, это и инвест-программы, это и, там, система государственной поддержки через готирование, через, там, губернаторские патронажи, но когда их начинаешь сравнивать, предположим, с мерами, теми же, там, перференциями, которые предоставляются инвесторам в других регионах, понимаешь, что, собственно, у нас их крайне недостаточно, чтобы вот инвесторы к нам ломанулись и начали вкладывать деньги. Но здесь и другая сторона, да, там, мы в отличие, предположим, от других регионов не можем, там, оказывать финансовую поддержку, годное кредитование, потому что у нас на это, там, собственных ресурсов финансов нет. Поэтому, вот, как говорится, не лукавить, не обманывать самих себя в том, что, там, на сегодняшний момент у нас может быть инвестиционный план развития, а идти по, там, реалистичному, по среднему варианту, четко прописывая, четко понимая, там, те показатели, которые мы должны достичь, потому что во многом стратегию, в том числе, критикуют за то, что она крупными мазками определяет параметры, но конкретные, там, индикаторы и конкретные показатели не прописываются, там, и в результате сказать, там, ну, принять какое-то более радикальное решение о том, что, да, мы не, там, считаем реализацию стратегии неудовлетворить, мы не можем, потому что, ну, в конечном плане мы не имеем параметров для проведения оценочных действий. Поэтому, вот, я считаю, что, если говорить о стратегии 2017-2019 года, то точно мега-оптимистичной этой стратегии не должна быть, в лучшем случае, это стратегия близкая к реалистичной, но с большим количеством показателей из пессимистичного варианта. Я, насколько поняла, что предлагается, ну, гражданам предлагают принять участие в общественных слушаниях по поводу новой стратегии. Вот, имеет ли смысл, да, людям это делать? Будут ли услышаны их пожелания? Ну, в данном случае, все, конечно, зависит от пожеланий. Потому что одно дело, там, если, условно говоря, там, устроить обсуждение на наших, там, интернет-форумах, то вряд ли достаточно большое количество... Не, ну, общественные слушания, это все-таки оффлайн-формат, который предполагает... Я думаю, что форматы должны быть все. Все форматы. То, что касается общественных слушаний, ну, опять же, как показывает практика, в реальное, там, прийти и поговорить с профессионалами на профессиональном языке, желающих-то не так много. То есть, одно дело, там, декларировать, одно дело, там, лозунги кидать о том, что, вот, там, давайте мы, там, создадим завод General Motors, там, в нарядке у нас все изменится. Другое дело, ну, профессиональным языком с профессионалами на эту тему разговаривать. То есть, поэтому, там, общественное слушание, ну, вот сколько я видел, общественное слушание по бюджету, по отчетам правительства, желающих-то, там, поговорить не так много. Конечно, у нас есть эксперты, есть профессионалы, да, там, есть они, там, и, например, тоже общественная палата, много хороших специалистов-экспертов, которые готовы дать свои предложения. Есть общественно активные директора предприятий. Вот, там, эти ресурсы надо, там, привлекать и, собственно, к ним прислушиваться особо внимательно. Но, тоже вопрос надо понимать, что, если мы, предположим, возьмем предприятия, которые существуют на территории Кировской области, то, на самом деле, проблема в том, что собственники-то этих предприятий не в Кировской области, да, то есть, и мы понимаем, что ситуацию, предположим, там, с крупнейшим нашим налогоплательщиком, там, с тем же Уралхином, да, на который, в принципе, во всех стратегиях рассчитывалось на их налоговое поступление, неожиданно поменялась ситуация, когда они, там, собственно, приняли решение о преобразовании в холдинг и установлении, там, очередности оплаты тех же налогов, да, то есть, да, там, будет период, когда у нас будет много налогов от этого холдинга, но в остальные эти периоды мы, там, будем недополучать и недополучать серьезно, потому что, там, для нас это ощутимо, это, там, крутнейший налогоплательщик в области. Поэтому слушать надо, но, там, нужно понимать, что, там, ну, тоже, наверное, в каких-то сильных прорывах вряд ли кто предложит, вариантов сильных прорывов. Михаил, нам надо с вами сейчас прерваться на рекламу, я напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ОЗС, сейчас мы уйдем на рекламу и вернемся скоро в студию. Мы возвращаемся в студию, это особое мнение вице-спикера ОЗС Михаила Курашина, меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Михаил, следите ли вы за избирательной кампанией? Слежу, конечно, слежу и, как бы так, тоже свои определенные выводы делаю, то есть, меня, на самом деле, ну, с одной стороны, там, это бросается в глаза, в том, что, там, избирательная кампания в законодательном собрании менее активная, по сравнению, предположим, с тем же 2011 годом, менее ресурсно-затратная, и в этой связи, то, ну, там, оппозиционные партии идут своими традиционными путями, это заметная, там, в основном, печатная продукция, это люди, работающие на улицах, вот, на этом фоне, конечно, крайне, там, пассивно ведет себя партия власти, из чего, ну, могу предположить, что ведется работа, опять же, с административным ресурсом с их стороны, вот. Собственно, ничего, ничего сверхъестественного пока, там, избирательная кампания не показывает. — Вот разные эксперты в нашей студии прогнозировали, что явка будет низкая на выборах в сентябре. — Ну, я думаю... — В пределах 20%. — Ну, честно могу сказать, там, я не готов сейчас говорить в пределах цифр, потому что, там, не статистики, мне очень тяжело. Для меня, там, показательны были выборы, до выборов в ЗАГС собрания, на которые, там, пришло, там, 4% по городу, да, то есть, притом, не по самой пассивной части населения. Это, там, достаточно серьезный показатель, и в свете того, как развивается, там, ситуация, с финансами, со всеми, да, там, ну, могу сказать, что, может быть, 20% — это еще и оптимистичный вариант может оказаться. По крайней мере, там, по городу Кирову. Может быть, по району-то оно, там, повыше будет. Но, опять же, не особо верю в такую объективную активность населения, сельского населения. Потому что сказать, что, вот, они, там, стали намного лучше жить, и поэтому они, там, стали активнее ходить на выборы, там, ну, честно говоря, не верю в это. Да, там, традиционно явка выше, но она выше за счет, там, в первую очередь, административного ресурса. И это тоже, я думаю, неликого не секрет. Поэтому, я думаю, что, может быть, даже явка будет и ниже 20%. Вот, я, насколько понимаю, «Справедливая Россия» не чужая вам партия. Ну, да. Я хотела вас попросить прокомментировать вот эту историю, которая случилась в «Справедливой России» со снятием кандидатов с выборов в связи с тем, что, ну, якобы, юристы партии не подали в избирком сведения о судимостях погашенных этих кандидатов. В связи с чем вот случилось то, что случилось. Такое, в принципе, может произойти? Может произойти, и на самом деле я не вижу в этом ничего такого сверхъестественного. Это вопрос качества работы юристов, потому что, на самом деле, этап выдвижения – это, в первую очередь, там, не работа кандидатов, это работа юристов. И, там, если, может быть, там возникла ситуация экономии на юристах, на качественных, да, там, в следствии чего возникла вот эта ситуация. Да, там пострадали кандидаты, но объективно это, там, вся претензия должна быть к юридическому блоку избирательного штаба. Это нормальная ситуация, это, там, естественная ситуация. Здесь нет никаких, там, политических подвохов. Люди формально не соответствовали тем, там, требованиям, которые предъявлены законом к выдвижению, и люди за это пострадали. Поэтому, там, здесь я ничего крамольного не вижу. Там, я знаю, как, предположим, в других партиях работали юристы, да, и знаю, там, что они, там, чуть ли не, там, по несколько недель ночевали в штабах и бегали за каждым кандидатом, чтобы собрать все документы. Как результат, там, претензий не так много. Да, там, возможно, где-то, опять же, не все идеально, где-то, может быть, там, и какие-то были, может быть, не совсем законные доработки документов, доносы документов, там, этих фактов я, там, не слышал, не видел, но предполагаю, что они могут быть. Но, там, то, что кандидату, там, некачественно были подготовлены документы, это вина исключительно юристов и всего избирательного штата. Поэтому, там, при всем уважении к тем ребятам, которых, там, сняли с регистрации, да, там, ну, пострадали они не сами, а в большей мере из-за юристов. А на сколько обновится состав ЗАГСа в районе, как Вы думаете? Он обновится, потому что, ну... На треть, на половину? Вот, из тех коллег, с кем мы были, да, там, я знаю, что, ну, по крайней мере, на уровне третьей приняли решение о том, что они, там, не будут баллотироваться. Это раз. Во-вторых, ну, из тех, кто, там, собирался баллотироваться, я думаю, тоже не все пройдут. Поэтому, если говорить о, там, численном выражении, я, наверное, остановился на цифре на треть. Вот, другое дело, что вопрос, кто придет из новых. Потому что, тут, ну, момент очень сложный. Я все-таки не верю в том, что фракция, там, Единой России будет иметь больше 50%. Вот, а дальше уже, опять же, встает вопрос о том, что из себя будет представлять оппозиция с точки зрения стремления к консолидации, стремления работать вместе. К сожалению, наши выборы все больше и больше, как бы так, напоминают такую последнюю схватку, да, там, когда все вступаются, пытаются, там, вытащить друг на друга максимально много нехороших материалов, как будто, там, вот, условно говоря, последний раз, последний случай для того, чтобы, там, испортить отношения с этими людьми. И в результате возникает, там, серьезные проблемы уже будут возникать в работе. Ну, вот, там, по примеру нашего созыва, там, раздрай в оппозиции в конечном итоге, ну, на мой взгляд, смазал всю картинку такого парламента, где оппозиция имеет все-таки вес. А вы считаете, что вот сейчас прям происходит схватка? Ну, она, на самом деле, это началась чуть раньше, да, там, когда начались, там, конфликты между, там, лидерами основных оппозиционных партий, и, как бы так, это все работает не на пользу. И я думаю, что, там, в конкретных округах, конкретная агитационная компания, она тоже ведется не совсем с таким, не столько со стремлением показать, что ты действительно более достойный, сколько в стремлении замарать остальных. Михаил, а вот что лично вы будете делать после 18 сентября? Ну, после 18 сентября я, наверное, выйду из отпуска, да, то есть, я пока что еще это числюсь в отпуске, вот. Ну, скажем так, есть ряд предложений, там, по дальнейшему трудоустройству, в принципе, они, там, мной рассматриваются. Если новую, предположим, там, в Рио губернатора сочтет нужным, там, привлечь меня к работе правительства, там, я тоже готов буду встретиться и обсудить, вот. Поэтому, там, я пока не могу, не потому что не хочу, да, там, я пока точно не могу сказать, что я буду делать. То есть, буду работать. Но вы собираетесь, насколько я поняла, стать чиновником, из ваших слов. Не факт. Я просто говорю о том, что это один из возможных вариантов, да, то есть, это один из возможных вариантов, я считаю, что, как бы так, за пять лет я неплохо понял систему работы законодательной и исполнительной власти, и, там, если буду востребован, то, там, с удовольствием и в этом направлении поработаю. Если же, там, не буду востребован, тогда буду искать себя где-то, возможно, либо в общественной сфере, либо, там, где-то в экономической сфере. Ну, я надеюсь, что, собственно, там, в законодательном собрании я еще вернусь. Вот интересно, в каком качестве? Ну, в первую очередь, в качестве депутата. Ну, вот вы сами сказали, да, что за пять лет неплохо поняли эту систему работы, а почему же не стали избираться снова? Ну, в данном случае, я считаю, что та позиция, на которой оказалось законодательное собрание, в большей мере не то, что там помогает, она частично начинает мешать реализации, там, вот, тех же стратегических задач, тех же государственных программ. Подождите, а что вы сейчас имеете в виду? Какая позиция, на которой оказалось законодательное собрание? Ну, мы считаем, что мы за этот период несколько дискредитировали себя как законодательный представительный орган. То, что договориться не смогли? В том числе и по законотворческому процессу, потому что, особенно в последний период работы, наши, там, многие законодательные инициативы, там, противоречили друг другу, противоречили, там, стратегии развития области. И то, что мы не находили понимания в том, что, там, нам нельзя так работать, я считаю, за счет этого мы себя чуть-чуть дискредитируем. Михаил, у нас, к сожалению, снова закончилось время. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ОЗС в отпуске. Да. Да, я вам желаю хорошо завершить свой отпуск. Думаю, не последний раз мы увидимся в этой студии. Спасибо вам за ваше особое мнение. Всего доброго и до свидания. До свидания.